Телефонные мошенники представились сотрудниками Следственного комитета и обманули кировского пенсионера на 18 тысяч рублей. Сработала классическая схема обмана с биологически активными добавками, а точнее с компенсацией после их покупки. Мужчины убедили и даже обрадовали ему, мол, полагается выплата почти полумиллиона рублей. Но это был, конечно, обман. Представили в Следственном комитете города Москвы. Виктор Андреевич сразу поверил незнакомому якобы следователю Следственного комитета. Тот рассказал, что было уголовное дело в отношении людей, у которых Виктор покупал БАДы. И более того, уже состоялся приговор. И сейчас пенсионеру нужно только позвонить в Министерство финансов Москвы и организовать перевод компенсации. Якобы решением суда БАДы были признаны некачественными и теперь пенсионеру положена компенсация на сумму 480 тысяч рублей. Там мне полагается сумма, я до конца не знаю даже какая, где-то 460 он, по-моему. Скорее всего, Виктор уже представил, что у него на руках полмиллиона рублей. В этот момент мошенники сначала попросили оплатить налог в 18 тысяч. Пенсионер выполнил этот перевод на незнакомую ему банковскую карту, а затем ему сообщили, что перевезти деньги онлайн невозможно, нужно наличные везти на машине. Для того, чтобы эта инкассация поехала, надо было заплатить страховку 130 тысяч рублей. Я уже подумывал взять микрофинансовой организации. Денег у Виктора не было и в решении финансового вопроса он обратился к своему зятю. Тот сразу понял, что тесть попался на удочку мошенников. Мне зять сказал, немедленно беги в милицию, пиши заявление и сдавайся. Сейчас полиция возбудила уголовное дело. Личности злоумышленников устанавливаются. Сергей Пичугин, Михаил Вагин, место происшествия.